Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствует на своем канале. С вами Виторган 177. Сегодня у нас на обзоре будет карта Болотистый лес. Автором данной карты у нас является код Алиниевод. Из описания карта средних размеров для неполноприводных грузовиков тестировалась на этих КАМАЗов. Ссылочка ребят также будет в описании на нашем сайте указана. На карте есть один гараж, в который закрыта одна топливная станция. 4 точки разведки, 1 лесоповал, 2 точки погрузки, 5 лесопилок, 3 машины на карте, плюс 4 заменяемые. Ага, понятно. Размер карты 512 на 512 метров, то есть это ровно у счета половина от максимального размера. И автор также дописал, что это моя первая работа для Модранера. Всем приятных покатушек! Ну что ж ребят, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Итак, продолжим. Значит, взял я для обзора именно те самые КАМАЗы, которые рекомендовал нам взять автор. Естественно, вы появитесь на спавне без каких-либо аддонов. Это я уже сам аддоны понаставил. Плюс ко всему, ребят, также взял в паке два КАМАЗа. Один тягач, другой самосвал. Но самосвал это тот, который у меня сейчас там стоит с краном-манипулятором. Это у нас тягач, здесь присутствуют всевозможные свои аддоны. Почему автор водителя не посадил на место, я, честно говоря, не знаю. Пишет, что типа, чтобы не портить внешний вид там какой-то салона. Хотя, что он тут может испортить, когда водитель тут просто-напросто, как бы, голова водителя исчезает. И мы, и камера становится на месте самого водителя. Я не знаю, в принципе, никогда водитель не мешал обзору в КАМАЗе. То есть, ну, вообще, в машинах, в игре Модранер. Это в Спинтайрес, да, там, если сидит там водитель, да, то, соответственно, если мы ставим камеру в Спинтайресе на месте водителя, то, естественно, там будут мешать текстурке самого водителя обзору. Да, ну, здесь, как бы, по идее, быть этого не должно. Не знаю, почему автор не прописал сюда водителя. На самом деле, смотрится как-то прям пустовато. Ну, и плюс ко всему, ребята, для обзора я взял еще платные моды, такие как КАМАЗ неполноприводный, вот он у нас стоит, и МАН. Ну, это чисто вспомогательная техника. Ну, давайте, наверное, я не знаю, посмотрим вообще, что у нас здесь открылось. Открылась у нас здесь одна из точек разведки, которая находится неподалеку от гаража. Наверное, не самая первая точка разведки, которую нужно было брать, но, тем не менее, присутствует КРАЗ-256 с ремонтными частями. Топлива в нем крайне мало. Для чего он нужен, честно говоря, пока что не знаю. Поэтому мы с вами, опять же, пересаживаемся в КАМАЗ. Растраиваем маршрут, так скажем, до, ну, вот этой, наверное, точки разведки. Не знаю, как на нее попасть пока что, но я думаю, несложно это будет сделать. Ну, вот на данном аддоне, честно говоря, мне непонятно, куда исчерпались опоры. Должны быть опоры, но я их здесь не вижу. Вот, я уж функционал, в принципе, задействовал. Так, а здесь можно и туда, и сюда поехать. Не, нам туда явно не надо. К 256-му в гости мы не поедем. Вот, да, видно, крепление для опор, но почему-то их здесь нет. То есть, я даже вот включал функционал, кран-бас и захват. Да, то есть, вот захват. О, РТ. Вот как-то все вот здесь вот очень нервно работает. Плюс ко всему камера где-то вообще непонятно где. Вот это вот, что это вообще, как это, как вот эти вот, что-то мне, что-то мне не очень понятно вообще функционал данного аддона. И кран-бас присутствует, да, то есть, вот здесь вот, как бы, вроде все более-менее адекватно начинает работать. Опять же, нажимая кнопки РТ, вот происходит вот такая вот выхоналия какая-то. Я, честно говоря, не знаю, как вообще этим краном пользоваться. Опоры для крана ставятся, да, для этого самого манипулятора. Но он никоим образом вообще не достает, да, этой самой опоры. Не знаю, насколько она вообще эффективна. Короче, кран несколько сомнителен. То есть, как аддон-то, в принципе, неплохой, но вот если довести его до какой-то определенной конкретики, что называется, до ума, может быть, вполне возможно, был бы он актуален, этот самый аддон. Но пока что я ничего позитивного в нем, в этом аддоне не вижу. В целом, классный КАМАЗ, ребята, опубликуя, опять же, у нас же на сайте, на Vitorgan and Company, vimer.ru. Все желающие сможете его, собственно говоря, скачать. Здесь мы с вами пересекаем мост через речку. В целом, все выглядит вполне очень даже симпатично. Вода сделана красиво, бурлит, там пенится и так далее и тому подобное. Классно сделано, красиво. Но на карте единственное, что я могу сказать, грязи вообще практически нет. Вот, то есть, она местами, конечно, встречается, но преимущественно ее здесь нет. Маловато, так скажем. Совсем уж как-то сухо, да, ландшафт разнообразный. Ну, можно было бы побольше накидать грязючки. Присутствует вот такой вот у нас здесь лесоповал. Вспомогательная техника в виде КА-700 тоже у нас здесь присутствует. То есть, спокойно открываем. Давайте проверим состояние данного транспортного средства. КА-700 полностью отремонтирован, полностью заправлен. Как говорится, готов к труду и обороне. Ну, и точка разведки. Здесь дорога, ребят, у нас тупиковая. Но пока я сюда ехал, я видел ответвление. То есть, я видел перекресток, на который можно было бы повернуть. И, собственно говоря, достичь этой самой точки разведки. А, вон она, она. Кстати говоря. Интересно, а если я вот здесь вот... А, ну вот дорога же, ешки-матрешки. Прямо в аккурат туда она пойдет. Вот она, да. Так, поэтому куда там я ответвление видел до этого, я, честно говоря, не знаю. Ну, в целом, в целом, ребят, карта несложная. Единственное, может быть, с шаландами будет проходиться крайне сложно из-за разнообразного ландшафта. В целом, едется везде все достаточно очень даже неплохо, бодро. Ну, и вообще могу сказать, что карта красивая. Сейчас прям какая-то, я не знаю, напасть идет относительно карт для неполноприводных автомобилей. Это, безусловно, хорошо. Да, то есть, ну, жалко, нет такой своеобразной какой-то пропорциональности выхода карт для полного и неполного привода. В основном, да, карта у нас выходит все-таки для полноприводных машин. Ой-ой-ой, урончик. Ну, палочки коварные тут, как говорится, без них никуда. Стараюсь их объезжать, но далеко не всегда это получается. Ух, ешки, матрешки. Ну, вот это мы сейчас воткнулись. Благо, не убились. Прям даже дива удивился, что не получили мы с вами урон. Ну, вот здесь вот достаточно, ребят, топка. Наверное, это самое место компенсирует всю отсутствующую грязь по всей карте. Ну, вот здесь вот, знаете ли, достаточно очень чумазенько. Но в целом КамАЗ, вот этот КамАЗ, едет вполне очень даже неплохо. На второй передаче он пытается преодолеть всю эту грязь. Включив первую передачу, он поедет еще более бодро. То есть, видно, что колеса у нас прокручиваются за счет второй передачи. Давайте воткну первую и все-таки продемонстрирую, на что он будет способен на первой передаче. Ну да, прокручивание колес происходит значительно меньше. Соответственно, сцепление с дороги у нас больше. И от этого едет автомобиль гораздо бодрее. Можно даже немножечко взять, так скажем, правее. Может быть, здесь как-то оно по суше будет, грязи поменьше. Ну и поедем побыстрее. В целом красиво все сделано. Мне лично нравится карта по ее, ну само по себе, вот изготовление карты мне лично очень нравится. Не знаю, кому она войдет, не войдет, пойдет, не пойдет, пройдете вы ее, не пройдете. Это как бы судить вам. Вот, ну скачать вы, безусловно, ее сможете. Как в воркшопе, так и, собственно говоря, у нас на сайте. Точка разведки. Где-то здесь у нас неподалеку. Ну, чтобы к ней попасть, я так предполагаю, нужно пересечь как минимум вот этот брод. В броде также присутствует небольшое количество грязи. Опять же, КАМАЗ неполноприводный, с легкостью преодолевает этот самый брод на второй передаче, ребят. Ну, под конец, под конец немножко мы тут побуксовали, но это не беда, что называется. Так, ну, здесь, как говорится, стопудово направо. Судя по ориентиру, который нам сведет туда, здесь у нас такой мега-мостище. Опа, она, а это что это такое? Что за бред? Что это такое вообще? Что-то меня тут колбасит, ребят. По-черному вообще просто какие-то невидимые там объекты что-ли присутствуют. Я не знаю отчего, но колбасит нас не по-детски. Не, вон, смотрите, надо было поверху ехать, чтобы попасть к этой точке разведки, надо было проехать по мосту. Как это сделать? А черт его знает, как это сделать, ребят. Ну, пока что я ничего предположить не могу. Ладно, давайте воспользуемся еще одним КАМАЗом. Он, правда, у меня будет с полуприцепом. Не, отсутствие водителя, это, конечно, несколько печально. Заодно проверим, каково оно будет здесь ехаться с полуприцепами. Ну, полуприцепы, это, знаете, это не шаланды все-таки. Шаланды, они гораздо длиннее. Такого рода полуприцепы это особо не показатель для того, чтобы понять вообще, стоит проходить карту эту с шаландами или нет. Почему я говорю все время о шаландах? Потому что преимущественное количество шаланд, они перевозят 8 очков груза. Знаю, как бы, по себе, судя даже, да, понимаю, что проходить карту в однако, ну, одному, да, конечно же, приятнее возить по 8 очков, нежели, там, не знаю, по 3, 4, 6 очков. Да, то есть, одна охотка, одна пилка, чтобы по 10 раз в одно и то же место не ездить, что называется. Смотрите, КАМАЗ достаточно очень бодро идет. Мы только что с вами штурманули очень такую, вы знаете, неплохую горку. Вот, с этой горкой он справился просто на ура. Опа-на! А вот мы с вами и нашли гаражные части. Давайте посмотрим, что этим самым гаражным частям вообще требуется. Пересаживаемся в КАМАЗ. КАМАЗ, ребят, полностью убит. То есть, вот на этом 256-м нам нужно каким-то веселым образом добраться до этого самого КАМАЗа. Ну, не знаю, насколько это вообще реально-нереально. Блин, ну, что-то он как-то там в Крайзе в этом очень мало топки. Я сейчас тестирую в режиме аркада. Даже если я на этом самом Крайзе доеду, то это будет совсем не показатель, потому что в режиме симулятора расход топлива значительно больше. Ну, если не в два раза, то на две трети точно. Ну, вот так вот мы с вами преодолеваем это самое болото. Прям вот тяжко-притяжко, что называется, да? Аддончик прикольный, красивый аддон. Прям глаз, что называется, радуется, видя такой аддон. Да, туговато едется, я хочу вам сказать. Здесь прямо вот... Не, нормально, нет. Все-таки, знаете, вот оно, конечно, вот и достаточно очень много сухих дорог на этой карте. Вот, но за счет вот таких вот мест, которых как минимум два, да, то есть таких вот грязевых мест, очищается баланс карта. То есть, в принципе, здесь поездите как бы и по сухим дорогам, так, собственно говоря, и по мокрым. Вот, то есть как-то вот так. Ну, да, надо заезжать с этой стороны, и мы в аккурат с вами попадаем вот на эту точку разведки. Ну, знаете, наверное, я уже не поеду туда. Здесь как бы и так все понятно, я думаю, что туда и добраться, чтобы проехать, то есть на эту лесопилку, нужно ехать не здесь, а либо с этой стороны. Либо, ну, с этой стороны, безусловно, потому что, сами понимаете, да, точка погрузки здесь, соответственно, чпок, и вы сюда приехали. Наверное, вдруг там какой-то подвох, я не знаю, ну, вряд ли. Вот, ну, по остальным пилкам, как бы, я тоже думаю, разберетесь, чтобы попасть на эту пилку. Опять же, скорее всего, здесь вот такая вот дорога какая-нибудь, не знаю, либо брод тут, либо мост, либо еще что-то. Ну, в принципе, все ясно и понятно. Хоть карта и небольшого размера, но на неполном приоде, я думаю, покататься будет где. Все, ребята, огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и вступать в мою группу ВКонтакте Витарган-177. Данную карту вы сможете скачать, увидев ссылку под видео на нашем сайте, и также в мастерской в спинтайре и самодранер. Ну и, соответственно, пак этих камазов тоже на нашем сайте будет опубликован, и также этот пак доступен в мастерской в спинтайре и самодранер. Всем спасибо, всем пока!